Открытие лыжного сезона в этом году задержалось практически на три недели в связи с плохими погодными условиями. Теперь местные спортсмены готовы покорять новые высоты и бить рекорды. Хочется всех вас поздравить с открытием зимнего сезона. Спортсменам и тренерам пожелать исполнения всех спортивных планов и достижения самых высоких спортивных результатов. Лыжный спорт – одна из самых значимых дисциплин для всей страны. На стартовое поле в первом официальном первенстве сезона встали около 300 спортсменов. Популярен этот вид спорта не только у нас в городе на севере, но и в целом в России. Это самый массовый вид спорта, поэтому открытие зимнего сезона проходит в каждом регоне, в каждом городе и у нас соответственно тоже. Среди участников соревнований были как юные спортсмены возрастом от 9 лет, так и ветераны спорта. Например, Анна Андрюшина. Она посвятила физической культуре 70 лет своей жизни и не планирует останавливаться на этом. Ну это образ жизни. Образ жизни с детства, со школы, с института, с работы, на пенсии. Просто образ жизни никогда не менялся. Сегодня во сколько бежите? Какая дистанция? Километр, наверное. Километр? И вот как вы думаете, сегодня у вас какие будут результаты? Самые лучшие. На старт вышли и представители сборной «Нефтьюганска». Именно эти ребята отстаивают честь города на региональных соревнованиях. Они – будущее лыжного спорта в России. Мне мама предложила такая, а давай ты пойдешь на лыжи, попробуешь, что это-то как. Ну получается, она отправляла старшего брата на биатлон, ему не понравилось. Я говорю, ну давай ты попробуешь. Ну я попробовал, мне понравилось. Ну и получается, я выступаю за сборную города «Нефтьюганска», выезжаю в город Ханты-Мансийск, Пытьях, Сургут. Ну занимаю, в десятку заезжаю, получается, на округе. Первенство открытия сезона – время для разогрева перед стартом Кубка школы и получением новых разрядов. Юные спортсмены преодолели дистанции от 800 до 1600 метров, но уже опытные лыжники выступили на круге в 3 и 5 километров. Мы проводим открытие зимнего сезона, потом, как всегда, у нас из года в год проводим лыжня России и закрытие зимнего сезона. А остальные мероприятия мы проводим поэтапно. У нас проводятся этапы Кубка школы по 4-6 соревнований у лыжников и у биатлонистов. Основные старты пройдут в марте следующего года. К этому моменту нефтьюганские атлеты будут находиться в своей лучшей форме и покажут свои лучшие результаты. Игорь Шмелев, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск».